МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Швидковский Дмитрий Олегович. Историк архитектуры, доктор искусствоведения, профессор, академик Российской академии художеств и Российской академии архитектуры. Ректор Московского архитектурного института, вице-президент Российской академии художеств. Приглашенный профессор Саргоны, Оксфорда и Пекинского университета. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня мы попытаемся поговорить о одной из самых блистательных эпох в истории русской архитектуры времени императрицы Екатерины Второй, то есть второй половине 18-го столетия. Вы знаете, нужно сказать, что для того, чтобы получилась замечательная архитектура, одного гениального архитектора и тщательных строителей совершенно недостаточно. Нужен гениальный заказчик. Это абсолютно обязательно. И вот самым, по-моему, гениальным заказчиком в истории русской, а может быть, и вообще европейской архитектуры, ну, русской, по крайней мере, была императрица Екатерина Вторая, София Фредерикова Ульрика фон Ангальцербст, немецкая принцесса, приехавшая в Россию, чтобы жениться на немецком же принце, вы выйдете замуж за немецкого же принца Петра Ульриха Галштинга Торпского, который известен у нас как Петр Третий, чтобы потом с ним очень быстро расстаться и даже, так сказать, как бы довольно брутально, так сказать, это сделать, поскольку, как вы знаете, он был убит близкими для нее людьми. Но для нас это было все-таки величайшее счастье, потому что Екатерина была не только там гениальным политиком, экономистом, дипломатом, прекрасным литератором, невероятно трудолюбивым человеком совершенно неописуемо, но она действительно была гениальным архитектурным заказчиком. И она мыслила не сиюминутно. Она умела мыслить, в буквальном смысле, тысячелетиями. Кроме всего прочего, она писала масса писем, которые до сих пор все не опубликованы, и даже большая часть их не опубликована. И вот в одном из писем к ней, ее корреспондент, у Екатерины была целая сеть агентов по всей Европе и даже в Америке. Причем эти агенты занимались не столько политикой, сколько искусством. Ей хотелось больше всего не отстать от самых последних достижений моды. И, если возможно, это превзойти. Или перехватить у кого-то коллекцию, купить что-то, сделать быстрее и раньше, чем это сделают в Версале или в Патсдаме, еще где-то в Европе. И вот однажды она получила письмо о том, что в Риме продаются только что найденные мозаики античные, древнеримские. За какое-то безумное количество денег, там, сколько-то цехинов, я уже цифру не помню. И ее агенты ей пишут, что, знаете, ну, очень дорого, Ваше Величество. Она отвечает в том смысле, что, вы знаете, я помещу эти мозаики в своих апартаментах. И представьте себе, что когда-нибудь через тысячу лет какой-нибудь император Китая или другой глупый деспот будет покупать кусочки развалин моих дворцов, то получится, что та мозаика древнеримская, по которой, может быть, ходил кто-то из римских императоров, я и будущий император Китая, который будет жить через тысячу лет, будет стоить вот это там что-то 485 цехинов. И вам эта сумма кажется чрезмерной? То есть она умела думать о прошлом, настоящем и будущем одновременно. И это было выражено в ее архитектуре и прежде всего в ее любимом дворце в царском селе, который вы видите, построено. Сначала она его не любила, поскольку это был не ее дворец, а других ее предшественников, построенный Франческо Бартоломео Растрелли, великим архитектором русского барокко, которого она, к сожалению, терпеть не могла. И барокко, и Франческо Бартоломео тоже. И она долго здесь не жила. Она жила в Орненбауме или Петергофе, но в конце концов вернулась в царское село, безумно его полюбила, и стала вот эту структуру, которую вы перед собой видите, эту страшно регулярную, с бесконечной осью на 10 километров. Мы ее всю не видим, даже на этой аэрофотосъемке, которую пересекает 300-метровый дворец. Она эту структуру стала переделывать на свой вкус. Ей некуда было деваться, все-таки внутри оставались довольно много интерьеров барочного времени, поскольку уж слишком много золота было истрачено на позолоту этого дворца. Ну, внутри-то еще было ничего, золото сохранялось, а при Елизавете Петровне дворец был позолочен и снаружи. И позолочен по штукатурке. А это не держится. Через несколько лет после того, как позолотили, все попадало на двор, и петербургские купцы обратились к Елизавете с розьбой купить грязь вот с этого двора, который вы только что видели, чтобы добыть оттуда. Восемь пудов было истрачено золото, то есть, сколько, 90 с чем-то килограмм, на то, чтобы это все позолотить. Но императрица ответила, «Я своих обносков не продаю». Вы сейчас видите чертеж архитектора Чарльза Камерона, ее личного архитектора. Она запретила ему строить для кого бы то ни было другого, и пока она не умерла. Он так этого и не делал, ничего не строил, только для императрицы. В 1773 году Екатерина написала во французскую академию письмо, где говорила, что хочет, чтобы несколько французских художников поискали в греческой или римской античности, чтобы найти дом, где Цезарь, Цицерон и Меценат могли бы быть вместе. Французы, люди были очень ученые, особенно в академии, и они нашли такой дом. Они решили, что это будут римские бани, то есть термы, что в них действительно могли, ну, при таком счастливом стечении обстоятельств, теоретически, по крайней мере, могли оказаться требуемые императрицей люди. И прислали ей огромное количество проектов, колоссальных терм. Если кто-то был в Риме, то видел термы Диоклетиана или Каракаллы, это совершенно гигантские сооружения, размером как раз Соскосельский дворец. А ей нужен был маленький домик для себя, парковый павильон. И тогда она разозлилась и обратилась к англичанину. Это был Чайз Камерон. К тому же он понимал лучше, чем французы в римских термах, потому что написал о них колоссальную книгу. Ее в библиотеке Британского музея возят на специальной тележке, уж больно тяжелая и большая. И вот разрез этих терм вы перед собой видите. здесь комната для разных типов омовений, висячий сад и выход из ее личных комнат в Большом дворце. Это центральный зал терм. Термы у нас обычно эти называются агатовыми комнатами, потому что отделаны они были совершенно невероятной роскошью. Стены были покрыты агатом, ляпис-лазурью, позолоченной бронзой, мрамором. и это тоже рисунок Чарльза Камерона, действительно передающий очень точно характер этого совершенно роскошного сужения. И вот здесь должна была императрица. Вот это был ее идеал. Это очень существенно. то есть императрица воспринимала себя как существо идеальное, внеземное, достойное древних, достойное жить в абсолютно прекрасных зданиях, которые были бы хороши и для римского императора, для, не знаю, Адриана или и для будущего императора Китая, который будет править через тысячу лет. И вот поэтому центром царского села она сделала этот зал. Все остальное расходилось от агатовых комнат и, естественно, их главного зала. По дворцу шли интерьеры небольших сравнительно комнат, где она переделала интерьеры Растрелли. Это знаменитая зеленая столовая. не знаю, у меня всегда просто дрожь по коже пробегает, когда я бываю в этой комнате, потому что впечатление такое, что эти фигуры как бы движутся, вот когда вы входите в эту комнату, эти античные фигуры среди гирлянд, листьев, вас и балдахинов начинают как-то движуться, жить. И, собственно, это и есть то, что в англоязычном искусствознании называется classical revival, то есть оживление, если буквально переводить, оживление античности. Вот это самый, на мой взгляд, яркий пример в мире оживления античности. Здесь, в зеленой столовой царского села античность именно оживает. так же, как и в опочивальне Екатерининского дворца с этими удивительными фарфоровыми, заказанными на заводах Вейджвуда. Вы видите этот знаменитый бело-голубой фарфор на стенах. колоннами колоннами и декором это тоже оживление античности. Причем, оживление удивительное. Таких интерьеров не было в Древнем Риме. Но они были нарисованы на стенах помпейских вилл, которые только что раскопали. Вот как раз за несколько лет до этого Екатерина приказывает оживить то, что античным художникам казалось прекрасным. Вот эти тонкие колонны или Арабески это Арабесковое зало, к сожалению, она реставрация, потому что сама зала погибла во время Второй мировой войны. Еще но с зеленой столовой ничто, на мой взгляд, не может сравниться. И вот из этого пространства этих интерьеров императрица выходила в висячий садик. Вот это прямо вид, нарисованный архитектором Камероном из двери, откуда выходила императрица, минуя свою кабинет, опочивальню, которые не сохранились до наших дней. И здесь возникал вот этот мир идеальной античности. Причем, обратите внимание, низ из такого темного камня и белый яркий верх. это было сделано для того, потому что низ означал современное время. Он жил обычной жизнью того, как она шла внизу, в саду или на окрестной дороге. А наверху, на втором этаже, то, что вы только что видели на рисунке, там был другой мир, другое время, идеальное, античное, там была гармония вот в этой галереи, построенной Камероном. И это единственное здание в России, которое названо именем архитектора Камеронова галерея. И если вы очень приглядитесь, тут есть маленькая фигурка, которая стоит у балюстрады и смотрит в бинокль. И это абсолютно не случайно. наоборот, специально нарисовано архитектором. Потому что вот с этого портика галереи или из-под ее сени был виден весь Церкосельский парк. Его великолепное переделанное уже при Екатерине английским мастером Джоном и Джозефом Булшем, отцом и сыном из барочного регулярного сада в английский. И здесь находилось несколько миров. екатерина вместила в пространство своей резиденции сразу несколько разнообразных миров. И первым, который она для себя создала, был мир китайского каприза. Она недаром думала о том китайском императоре, который будет править через тысячу лет. Она думала не только о нем. Однажды она написала «Когда я буду в лучшем мире, то есть на том свете, я подойду не к нашим старым друзьям, вроде Цезаря или Церона, мне бы хотелось поговорить с Конфуцием. Он кажется мне разумным человеком», писала Екатерина. И вот как бы для этого разговора с Конфуцием была построена в царском селе китайская деревня, модель, которую вы видите, она отнюдь не была такой вот разбросанной, это просто снимок подлинной модели погибшего во время Второй мировой войны в момент эвакуации сделанной. Его просто вот ее грузят в этот момент. Там была в центре пагода вокруг сама деревня, въезд вот налево, вы видите такую гору искусственную с храмом, это так называемый большой каприз, то есть огромный китайский ансамбль, самый большой в Европе, был построен в царском селе, сейчас его восстанавливают, но не могу сказать, что мне очень как он сейчас нравится, поэтому я показываю вам исторический документ, как это было. А вот это то, что пока не восстанавливают, это фигуры китайцев из Папье-Маше, которые погибли еще до Второй мировой войны задолго, потому что они просто не выдержали погоды, но которые стояли в парке, и так представьте себе, вот центр, это античное помещение, где достойны римских императоров или античных героев, там, где была императрица, и вот один сектор отдан китайской мечте, вот этому разговору с Конфуцием, теперешнему, прошлому, будущему, неважно, но это гигантский китайский ансамбль, нигде, китайских ансамблей в 18 веке было очень много, в Швеции, в Германии очень много было, в Англии, но такого грандиозного не было нигде, и такого интересного тоже нигде не было, но это было не все, китайская мечта, это было просто когда кто-то из чиновников сказал Екатерине, что надо слишком много тратить на этих китайцев, она ответила, пусть так, но это мой каприз, это все стало называться большой каприз, но это скорее легенда, кроме сектора каприза, в саду был сектор совершенно другой, он был очень серьезный и был связан с будущим, с будущим, которое фиксировало то, что происходило в настоящем, то есть целая большая часть царского села, посвященная русско-турецким воином и победам Екатерины, ее войск Потемкина, Румянцева, Суворова и прочих над турецкими армиями, это в частности Ощаковская руина, и вот эта огромная колонна символизирует античную Грецию, которую надо освободить. А вот эта маленькая беседочка наверху, тут ее сейчас не видно, как следует, да и ее и в натуре не видно, но по описанию это была турецкая беседка, и как бы представляла собой турецкую империю, которую надо скинуть и возобновить вновь Грецию, среди какой-то, тут было очень интересно, они хотели соединить Грецию с Византией и заодно посадить на престол этой будущей империи великого князя Константина Павловича. И что только для этого не делали, сшили для него специальную одежду, написали его портреты, кормили своему нашли гречанку, детей, с которыми он играл, тоже греков. Это называлось греческий проект, знаменитый греческий проект Екатерины Второй. Он, вероятно, тоже был с одной стороны мечтой, с другой стороны очень хитрым дипломатическим трюком, который так напугал европейцев, что ей совершенно беззвучно отдали Крым, когда князь Долгоруков сумел его завоевать. А вот Екатерина объясняет, что она хочет. Она на этом портрете Боровиковского показывает пальцем на растральную колонну. Растральная колонна это символ морских побед. И вот вообще надо сектором, где стояли памятники побед в царском селе, на Триумфальной арке была помещена надпись «Ты вплеск внидишь в храм Софии». То есть ты в помещение войдешь в Царьград, Константинополь, Стамбул и так далее. Собственно, вот это и говорит портрет, указывая на символ побед русского флота, который тогда разгромил в Чесменской битве турецкой. Это Кагульский обелиск, построенный архитектором Антонио Ринальди, из самых утонченных итальянских архитекторов, работавших в России при Екатерине, который отмечал потрясающую победу графа Румянцева в Молдавии при Кагуле. А вот это план всего ансамбля. И если и вот вы увидите, что он действительно разделен на сектора. Вот дворец Растрелли огромный. Сбоку агатовые комнаты пристроены немножко ниже. Видите? Тут с одной стороны китайский ансамбль, вот китайская деревня, потом еще там была китайская опера, китайский городок, чего только не было китайского. Это один сектор правый. Затем там вокруг озера памятники побед. Растральная колонна в самом озере, Кагульский обелиск, обелиск в честь побед на Пелопонесе, в Марее и так далее. И наконец вы видите город, план города. в нем должен был построен собор и посвящен Святой Софии. То есть должна была быть как бы София Константинопольская. Если вы посмотрите на купол, то он действительно напоминает Софию Константинопольскую. Екатерина написала, что парк должен быть разбит так, чтобы делать вид аллеям парка. То есть из парка было вот от агатовых комнат с одной стороны должен был виден китайская часть, с другой стороны вот этот сектр, связанный с памятниками побед, который венчал вот этот собор Чарльза Камерона. Он не был построен, потому что был очень дорогой, и построили более скромный, который стоит и сегодня. Но кроме того, здесь был третий очень важный сектор мышления и реальности царского села. это был идеальный город, который называли София. Во-первых, это София Премудрость Божия, а во-вторых, Екатерину Вторую звали София. Она была София Фредерика Удриф фон Ангольцерст. То есть это как бы соединение немецкого имени императрицы и образа Софии Премудрости Божьей. И вот там вокруг этого храма был построен идеальный город. И вы этот город сейчас к сожалению практически не существует. В 1808 еще году император Александр решил построить свой идеальный город и на другом месте, а этот в основном сломать. Но вот мне удалось найти чертеж. Это очень... Вот так именно выглядел это здание в этом городе при Кассирине Второй. Всего в двух километрах от сердца ансамбля, от Камероновой галереи и от Агатовых комнат находится Павловск. Это ехать на автобусе, если сейчас поехать из царского села, это крутится довольно долго по разным переулкам. А по прямой это достаточно близко. И Павловск непосредственным образом граничивался с землями города Софии. Это был просто единый ансамбль. Да там, надо сказать, еще было много всего другого построено, то, что их соединяло. И в Павловске Екатерина создала резиденцию идеального джентльмена. Именно резиденцию в английском духе. И поручила это английскому архитектору для своего сына Павла Петровича, которому это очень не нравилось. он бы предпочел строить свою резиденцию на собственный лад. Но Камерон построил здесь совершенно замечательный дворец в духе итальянских вилл XVI века, чрезвычайно модных тогда в Англии. Англия тогда была страной повсеместно подражавшей Андреа Палладио, архитектору из Веченцы XVI столетия. Это было главным английским стилем. И поскольку английские джентльмены казались Екатерине достаточно наиболее изысканными, то она не любила французов. То дворец для Павла I был построен в английском духе с античным центром внутри, с итальянским залом, где в стены были вставлены подлинные античные фрагменты. Надо сказать, что вокруг, к сожалению, я не могу вам показать, вокруг этого зала проходит коридор темный, который никого не пускают. Однажды, забравшись наверх, где булюстрада, я случайно отступился и полетел по узкой лестнице вниз куда-то и попал в этот коридор, который обходит круглый зал. И с изумлением, обходя вокруг него, увидел 28 ниш очень тщательно отделанных. Ну, потом уже нашлись письма, где архитектор просил, чтобы для вот этих ниш были куплены подлинные античные фрагменты, архитектурные или скульптурные. И он хотел, он хотел, дело в том, что он некоторое время учился в Риме и проводил там раскопки. Примерно полгода. и он хотел воссоздать атмосферу подлинных раскопок в центре такого классического дворца. Ему это удалось, то есть этот коридор существует, к сожалению, не купили ему эти фрагменты, а те, которые купили, забрали зимний дворец. Вот вы видите этот коридор вокруг зала и ниши, где должны были стоять. Видите, наверное, это вестибюль, который должен был вести к коридору. И еще одно великое создание Камерона, это собственно Павловский парк. лучший пейзажный парк в России. И он тоже входит вот в эту систему огромной территории, которую Екатерина старалась сделать идеальной. Вот вспомните, я просто еще раз напомню, этот античный центр, да, с галереей, с этими потрясающими залами, мир каприза восточного, тоже очень большой, мир политических мечтаний, связанных с воинскими победами русского оружия, мир образцового города, а это мир сельской местности, тоже абсолютно идеальный и идеально прекрасный, может быть, самый прекрасный в России и насыщенный античными постройками, это павильон Вольер, клонада Аполлона в том же Павловском парке, павильон Трех Грации, и снова здесь соединяется античность и природа. И это наполнено глубоким смыслом для Екатерины и ее близких, и людей ее времени. Вся эта огромная создаваемая ими идеальная страна была наполнена прекрасной природой и разнообразными символами. Это был по существу огромный мир их воспоминаний, потому что здесь было заключено масса воспоминаний о встречах, о друзьях, поставлены памятники, о победах, которые произошли. Мир наполненный искусством с одной стороны и в то же время естественной, поскольку все это было покружено в прекрасную природу. И здесь возникает структура мышления русского двора эпохи просвещения. Центр это античность с ее мыслями, философией и классическим идеалом в искусстве. Параллельно существующий мир каприза восточного. Уже в то время был написан трактат Вильяма Чемберса о восточном садоводстве, где он и он был у Екатерины, где Чемберс сравнивал китайскую древность с римской античностью. Это было для них тоже очень существенно. Это рождало принцип разнообразия идеала, за которым стоит архитектура девятнадцатого века с ее самыми разными стилями. Вот все это вместе создавало именно структуру мира. Да, это был классицизм все-таки, поскольку классицизм был в центре. Но вокруг располагались другие темы каприза, войны, просвещенного благополучия идеального города и жизни просвещенного джентльмена на лоне природы и среди образцов, которым он должен следовать, памятников античности, то есть Павел Павловский. Вот это удалось выразить Екатерине в ее потрясающем ансамбле, который бы хотелось назвать такое садовое королевство, особое мир, художественный мир. великой императрицы. Спасибо. Анастасия из Мархи хотела спросить, а вот помимо запрещенного всем Камерона, а смог ли кто-то из архитекторов или заказчиков подхватить это заданное императрицей направление? Спасибо за ваш вопрос. Я бы сказал, что подхватили это в удивительно массовом масштабе. По существу императрица и создавала эту идеальную страну для того, чтобы ее копировали. Не в таком, может быть, размере, может быть, в несколько меньшем или даже совсем маленьком, но по существу вот эта структура этого мира, почему она так важна царскосельского и павловского. Потому что по существу все эти элементы в той или иной степени встречаются в русских усадьбах. А их в это время было построено десятки тысяч. И в этих десятках тысяч усадеб присутствует именно такая архитектурная ментальность. В этом я абсолютно убежден. вот, например, подмосковная Суханово, известная очень усадьба Волконских, там совершенно отчетливо разделены мир живых, мир античной радости, мир побед. И был когда-то и восточный мир, но сейчас не дошел до нас. АПЛОДИСМЕНТЫ